Привет, друзья! Рады видеть вас на канале Фактограф. Были ли вы когда-то в заброшенных местах? В тех самых, что некогда были популярными и посещаемыми, а сейчас стали пустынными и обрастают жуткими легендами. В этом видео мы с вами посетим 10 самых невероятных заброшенных мест в мире. Какое-то из них опустело из-за войн, другое из-за человеческой халатности, третье из-за неконтролируемых природных явлений. Вы увидите больницу, где лечился молодой Гитлер и снимала клип группы «Рамштайн». Город, что стал реальным прототипом киноленты «Сайлент Хилл». Брошенное поселение, что превратилось в съемочную площадку для фильмов «Страсти Христовой». И квант милосердия. Каждое место имеет свою атмосферную историю, окутанную мистикой и загадками. Так что садитесь поудобнее, берите теплый плед, чай и поехали! Вороша, Кипр. История отобранного рая. Вороша – туристический район кипрского города Фомагуста. Когда-то здесь были шикарные пляжи, роскошные гостиницы, престижные рестораны, крупнейший морской порт. Это место было ультрасовременным курортом, где отдыхали самые богатые и знаменитые люди со всего мира. Но в 1974 году все изменилось. На фоне обострения отношений между греко-киприотами и турко-киприотами, населяющими остров, турецкая армия вторглась на территорию Кипра. Турция заняла 37% площади острова, пока НАТО не остановило ее армию. Вороша оказались на линии фронта, и местные жители в спешке эвакуировались. Тысячи людей покинули дома, прихватив с собой лишь вещи первой необходимости. Турецкие войска захватили пустой город, цепили и закрыли. В 1984 году ООН приняла резолюцию, которая разрешила поселяться в Вороша лишь местным жителям и их потомкам. Но турки не пустили их туда. В 2004 году ООН предложила создать Объединенную Кипрскую Республику, включающую в себя греческую и турецкую автономию. Но теперь греко-киприоты не поддержали инициативу, что не предусматривало полное выведение турецкой армии с территории острова. Спустя почти полвека в 2020 году власти Турции открыли для туристов береговую линию Вороши. Но сам по себе квартал остается безлюдным, заброшенным и разграбленным. Больница Белитс-Хайлштеттен, Германия. Мрачный военный госпиталь. В начале 20 века в 40 километрах от Берлина был построен большой больничный комплекс. Он состоял из 60 зданий и задумывался как санаторий для профилактики и лечения туберкулеза. Во времена Первой и Второй мировых войн здесь работал полевой госпиталь, где лечили раненых солдат. В 1916 году в Белитсе-Хайлштеттен проходил реабилитацию молодой Адольф Гитлер, получивший ранение в ногу. В 1945 году комплекс перешел под контроль Советского Союза. Некоторые здания были разрушены от бомбежек, но в целом больница продолжала работать. Власти СССР оборудовали здесь военную базу, а также лечебницу для советских военных и высоко поставленных чиновников ГДР. Госпиталь работал до 1994 года, а затем, после вывода советских войск, начал приходить в упадок. Сегодня в больнице Белитсе-Хайлштеттен находится неврологический центр и центр исследования болезни Паркинсона. Но большинство зданий окончательно закрылись. Разрушающиеся строения создают мистическую атмосферу, привлекая фотографов, режиссеров и любителей острых ощущений. Здесь снимали клип группы Рамштайн на песню «Майнхертс Брэнд», а также сцены для фильмов «Пианист» и «Операция Валькирия». С 2015 года туристы могут ознакомиться с заброшенным госпиталем, прогулявшись по навесному пандусу. Крако – итальянский город-призрак Средневековый город Крако помпезно возвышается на скале в провинции Матера, что находится на юге Италии. Издалека он похож на большой замок. Все строения имеют один цвет и сливаются с окружающими пейзажами. Но у этого прекрасного места есть одна особенность – с конца 60-х годов XX века здесь нет людей. Как же так вышло? Поселение в этом месте возникало еще задолго до нашей эры. Благодаря активному развитию сельского хозяйства в X веке Крако процветал. Это был стратегически важный город с уникальной архитектурой. Но землетрясения, оползни, военные конфликты, упадок сельского хозяйства сделали жизнь здесь невыносимой. В 1963 году случился самый сильный подземный толчок со множеством жертв и разрушений. Жители города ради своей безопасности перебрались в соседние Крако-Пескьера. До переселения в Крако проживало около 2000 человек. После здесь осталось лишь несколько стариков, не желающих покидать свой дом. Сейчас город-призрак одиноко возвышается над выжженными солнцем-оврагами. Лишь безлюдные полуразрушенные улицы шепчут, что время здесь остановилось. Но Крако не забывают. Город регулярно посещают туристы, а режиссеры снимают фильмы, как, например, «Квант милосердия» и «Страсти Христовы». Тюрьма Голи-Оток, югославский Алькатрас. Бесплодный необитаемый остров Голи-Оток расположен в Адриатическом море. Еще во время Второй мировой войны Австро-Венгрия переправляла сюда русских военнопленных. Под конец 40-х годов разногласия между лидером Коммунистической партии Югославии Йосипом Брозом Тито и Сталином привели к разрыву отношений с Советским Союзом. В это же время под руководством властей Югославии на острове Голи-Оток была сооружена тюрьма строгого режима для сталинистов, тех, кто проявлял симпатию к СССР. В период с 1956 по 1980 года Голи-Оток превратился в лагерь для перевоспитания антикоммунистов и сторонников монархии, а также тюрьму для уголовных преступников. В 1980 году после смерти Тито здесь сделали исправительную колонию для подростков, которую под влиянием демократического мира вскоре закрыли. Голи-Оток окончательно перестал работать в 1989 году. За все время существования в этой тюрьме отбывали доказания около 16 тысяч человек. Из них около 500 умерли прямо на острове. После закрытия бывший концлагерь стал таинственной туристической достопримечательностью Хорватии. Боди, США. Забытый город золотоискателей. Между Калифорнией и Невадой расположился заброшенный город Боди. Здесь в 1859 году некий Уильям Боди впервые обнаружил крупное месторождение золота. Согласно легенде, вскоре мужчина замерз насмерть у подножья гор Сьерра-Невада. Предки Уильяма основали на этом месте город, назвав его Боди, в честь первооткрывателя. В 70-80-х годах 19 века Боди превратился в развитый город Дикого Запада с примерно 10 тысячами жителей. Здесь была телеграфная линия, пожарная часть, тюрьма, пивоварни, железнодорожная станция, банки, газетное издательство. Город стал одним из центров золотой лихорадки, а также центром преступности и беззакония. Там, где было много золота, происходило много ограблений и убийств. В начале 20 века драгоценный металл упал в цене, и жители начали покидать город. В 1900 году в Боди осталось всего 1000 человек, а в 1920-м лишь 120. В 1917 году здесь разобрали железную дорогу, а пожар 1932 года уничтожил деловой центр города. Последние обитатели покинули Боди в 40-х годах, но добыча золота вблизи города продолжалась до 60-х. В 1962 году Боди стал историческим парком, и сейчас он считается наиболее уцелевшим безлюдным городом США. Павелье, Италия. Венецианский остров мертвых. Поблизости роскошной Венеции находится небольшой заброшенный островок Павелье. Его называют островом призраков, смертей и адских пыток. Первое упоминание о Павелье датируется 421 годом. Местные укрывались здесь от варварских набегов. В 1379 году, во время войны между Генуей и Венецией, остров использовался как военный форпост. Поэтому мирные жители вынуждены были покинуть это место, и Павелье стало необитаемой. По легенде, в 16 веке на остров свозили больных чумой и членов их семей даже без признаков заболевания. Ссылка на остров означала медленную и мучительную смерть. Тела умерших безжалостно сжигали на кострах, которые могли тлеить месяцами. Тогда на Павелье погибло около 160 тысяч людей. В 1922 году на острове появилась психиатрическая клиника, где проводили жестокие эксперименты над душевнобольными. Местный врач-садист делал лоботомию, отпиливал части тела без наркоза, совершал мучительные опыты. Также пациенты постоянно жаловались на призраков, но никто им не верил. Вскоре жестокий доктор тоже сошел с ума и покончил с собой. Психбольница закрылась в 1968 году, и с тех пор остров опустел. Немногие смельчаки, рискнувшие посетить Павелью, утверждают, что здесь до сих пор раздаются вопли погубленных душ. Централия, США. Реальный Сайлент-Хилл. В середине 19 века в штате Пенсильвания появился шахтерский городок Централия. Экономика поселения была построена на добыче антрацита, лучшего сорта каменного угля, и на обслуживании шахтеров. Спустя век существования в процветающей Централии собрались горы мусора, которые сбрасывали в старую шахту возле кладбища. Весной 1962 года пятеро пожарных подожгли эти отходы. Еще тогда это было законно. Мусор сгорел, но от леющих остатков в шахтах загорелся уголь. Огонь распространился по всех штольнях, расположенных прямо под городом. Так Централия превратилась в город-ад. Запах гари, дым из-под ног и риск в любой момент провалиться прямо в адское пламя преследовали местных жителей. Попытки потушить подземный пожар оказались тщетны. То не хватало сил, то средств. В 80-х-90-х годах правительство переселило почти всех горожан и снесло опустевшие здания. Сегодня в Централии осталось несколько домов и меньше десяти жителей, которые отказались покидать любимый город. С пожаром перестали бороться, и по некоторым подсчетам он не утихнет еще минимум 250 лет. Огонь сделал шахтерский городок всемирно известным. Он стал прообразом фильма «Сайлент Хилл». Эль-Отель Дель Сальто. Колумбия. Пристанище самоубийц. В 20-х годах 20-го века возле высокого водопада Текиндама был возведен роскошный отель. Эль-Отель Дель Сальто, сделанный в стиле средневекового французского замка, возвышается на краю живописного ущелья. На протяжении 60 лет в шикарных номерах регулярно отдыхали состоятельные постояльцы. А после отель закрылся. Согласно официальной версии, отель прекратил работу из-за жуткой вони водопада, в которой начали сливать канализацию. Красивейший водопад превратился в зловонную струю воды, отпугивающую гостей. По другой версии, отель закрыли из-за огромного количества самоубийств. По неофициальным данным, здесь вели счеты с жизнью несколько десятков людей. С обрыва бросались прогоревшие бизнесмены, романтики с разбитым сердцем и многие другие. Люди верят, что души погибших не могут покинуть это место и до сих пор непрекаянно бродят по пустому зданию. Говорят, что в забытом отеле можно увидеть привидения и услышать издаваемые ими звуки. Колодец посвящения Португалия. Перевернутая башня масонов. В португальском городе Синтра, на территории дворца Кинто де Регольера, расположен таинственный колодец. Высеченный в скале мистический колодец посвящения уходит вглубь земли на 30 метров и имеет форму перевернутой спиралевидной башни. Внутри него есть 9 уровней с 15 ступенями в каждом пролете. Они символизируют 9 кругов ада, чистилища и рая, которые описывал в своих работах Данте. Чем ниже спускаешься, тем становится темнее. Человек как будто проходит через обряд познания своей души. Согласно легенде, именно здесь масоны проводили обряды инициации. На дне колодца поверх креста тамплиеров изображен компас, который всегда показывает на восток, а на стене красуется сияющий треугольник. Сразу внизу есть дверь, что ведет из колодца в подземный тоннель. Колодец посвящения никогда не использовался в качестве источника воды, только для секретных церемониальных целей. Он был сооружен в начале 20 века португальским меценатом Квартальо Монтейру. Ходят слухи, что этот человек был масоном, но документального подтверждения этому нет. Замок Грайч, Великобритания. Старинный дом с привидениями. В Уэльсе, возле города Абергеле, возвышается старинный замок Грайч. По некоторым историческим данным, его возвели норманы в 12 веке. Новую жизнь готическое сооружение получило в 19 веке, когда его восстановил состоятельный промышленник Ллойд Хескетт. Роскошный замок, где было 128 комнат, 19 башен, мраморная лестница с 52 ступенями. Соорудили на лесистом холме с видом на Ирландское море. Во время Второй мировой войны величественное здание стало убежищем для евреев. В 1946 году Грайч был продан, и новые владельцы забросили его. Замок упустел, а вандалы растащили все, что смогли унести. Сегодня это место подходит лишь для средневековых ярмарок, турниров и фотосъемок. Ходят слухи, что по замку бродит призрак бывшей владелицы поместья, графини Дон Дональд, умершей в 1924 году. Некоторые говорят, что здесь обитает дух служанки, что погибла из-за падения с лошади. Иногда в таинственном замке можно услышать стук копыт несуществующих лошадей, а присутствие потусторонних духов ощущают даже собаки. Более того, в подвале Грайч когда-то проводились сатанинские обряды, а неподалеку сооружения располагается кладбище домашних животных. Это была десятка самых известных и невероятных заброшенных мест в мире. Все они когда-то строились как прогрессивные города и сооружения своего времени, но остались безлюдными и одинокими. Лишь сочетание тайны, опасности и неизведанности притягивает к ним экстремальных путешественников. Делитесь с нами в комментариях, какое место произвело на вас неизгладимое впечатление. Какая из десяти рассказанных историй запала вам в душу?